Слово для доклада на тему учения святости в православной аскетической традиции предоставляется профессору Осипову Алексею Ильичу. Мне очень приятно выступать после Николая Ильича Лоскова, поскольку очень многие мысли его доклада глубоко созвучны мне, и, как вы услышите, торжественны тем идеям, которые присутствуют в моем докладе. Как и неудивительно, но вопрос о святости сейчас дискутируется даже и в светских руках. Не говоря уже о том, что он имеет существенное значение в наших межконфессиональных отношениях, которые все более приобретают свою актуальность. Но, конечно, наиболее важное значение вопрос о святости имеет для каждого православного христианина. И вот в связи с этим мне бы хотелось предложить вам некоторые мысли, которые в основном базируются на святоотеческих высказываниях, святоотеческих мыслях, касающихся вопроса святости. Я несколько сокращу свой доклад ввиду объективных обстоятельств. И буду его читать. Бог, лишь отчасти, открыв себя в ветхом завете, явился в предельно доступной человеку полноте в Боге Слове Воплощенного. И возможность единения с Ним стала особенно явственной и ощутимой благодаря созданной им Церкви. Церковь есть единство в Духе Святом всех разумных творений, следующих волей Бога, и, таким образом, входящих в богочеловеческий организм Христов, тела и Бога. Поэтому Церковь есть общество святых. Однако, членство в ней обусловлено непростым фактом принятия верующим в крещение, веропомазание, гепкористии и других таинств, но и особой еще причастностью Духу Святого. Так что, бесспорный по всем внешним показателям член Церкви может и не быть в ней. Если он не удовлетворяет данного критерия, эта мысль может, на первый взгляд, показаться странной. Разве в таинствах христианин не получил Духу Святого? А если да, то о каком еще при общении может идти речь? Этот вопрос имеет принципиальное значение при понимании святости православия. Несколько слов о ступене в жизни. Если ветхая природа наследовалась потомками Адама в естественном порядке, то рождение от второго Адама, Христа, и при общении Духа Святого, происходит через сознательно волевой процесс личной активности, имеющий две принципиально различные ступени. Первое. Когда уверовавшие духовно рождаются в таинстве крещения, получая семя нового Адама, и тем самым становясь членом его тела Церкви. Преподобный Семен Новый Богослов об этом говорит. Уверовавшие в Сына Божия каются в прежние греха свои и очищаются от них в таинстве крещения. Тогда Бог Слова входит в крещеного, как мутрового преследела, и пребывает в нем, как семя. Крещение у человека не превращается, оказывается автоматически, из ветхого человека в нового. Очищаясь от всех грехов своих и уподавляясь тем, для возданного Адамы, верующие в крещение, тем не менее, сохраняют по выражению преподобного Максима Исповедника, страстность, тленность и смертность, унаследованной им от согрешивших прародителей. В нем остается удобопреклонность к греху. Поэтому та святость, в которой человек призван таинством крещения, еще не достигается. Этим таинством полагается лишь ее начало, а не свершение. Человеку дается лишь семя, но не само древо, приносящее плоды Духа Святого. Второй ступенью является та правильная духовная жизнь, благодаря которой верующий возрастает в муже совершенного, в меру полного возраста Христова. И становится таким образом способным к принятию особого освящения Духом Святым. Ибо семя крещения у христиан лукаво-корениво так и остается непроросшим и потому бесплодным. Но попадая на добрую землю, дает всходы и приносит соответствующий плод. Этот плод, а не семя, и означает исковое приобщение Духу Святому, иначе святых. Притча о закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все, наглядно выражает характер этого таинственного изменения человека и его приобщения Духу Святому в церковь. И действительное значение в этом процессе таинства. Как закваска, положенная в тесто, оказывает свое действие постепенно и при вполне определенных условиях, так и закваска крещения переквашивает плодского человека духовного в новое тесто, не моментально, не магически, но во времени, при соответствующем духовно-нравственном его изменении, указанном Еваном. Таким образом, от христианина, получившего талант оправдания даже, как пишет апостол Павел, зависит погубить его в земле своего сердца или приумножить. Последнее и означает особое приобщение Духу Святому Крещенку. И это один из важнейших принципов православного понимания духовной жизни, христианского совершенства, святости. Просто и кратко он был выражен преподобным Симеоном Новым Богословом. Цитирую. «Все старания и весь подвиг христианина должен быть обращен на то, чтобы стяжать Духа Святого, ибо в этом и состоит духовный закон и благо бытие». О том же говорит и преподобный Сергей Саровский. Широкий анализ понятия святости дает в своем столбе священник Павел Флоренский. Процитирую его. Когда мы говорим о святой купели, о святом мире, о святых дарах, то мы прежде всего разумеем именно неотмирность всех этих таинств. Они в мире, но неотмирны. И такова именно первая отрицательная грань понятия святости. И потому, когда вслед за таинствами мы именуем святым многое другое, то имеем в виду именно особливость, отрезанность от мира, от повседневного, от житейства, от обычного, того, что называем святым. Посему, когда Бог в Ветхом Завете называется святым, то это значит, что речь идет о его надмирности, о его трансцендентности миру. И в Новом Завете, когда множество раз апостолов Павел называет своих посланий к современных ему христиан святыми, то это означает в его уста прежде всего выделенность христиан из всего человечества. Несомненно, в понятии святости мыслится, вслед за отрицательной стороной, сторона положительной, открывающая святом реальность иного мира. Понятие святости, продолжает он, имеет полюс нижний и полюс верхний. И в нашем сознании непрестанно движется между этими полюсами, восходя вверх и не сходя обратно. И лестница эта, проходимая снизу вверх, мыслится как путь отрицания мира. Но она может рассматриваться и как проходимая в направлении обратно. И тогда она будет мыслиться как путь утверждения мировой реальности через освещение этой последней. Таким образом, по мысли отца Павла, святость – это, во-первых, чуждость по отношению к миру греха, отрицание его. Во-вторых, она конкретное положительное содержание, ибо природа святости божественна. Она антологически утверждена в Боге. В том же время, святость, подчеркивает он, неморальное совершенство, хотя она и соединена с ним неразрывно, но соприсна сущность неотмирным энергиям. Наконец, святость есть не только отрицание, отсутствие всякого зла, и не только явление иного мира, божественного, но и незыблемое утверждение, цитирую, «мировой реальности через освещение этой последней». Это третья сторона святости говорит о том, что она является силой, преображающей не только человека, но и мир в целом. Так что будет Бог все во всем. В конечном счете, все творение должно стать иным, и являть собой Богом. Но в этом процессе со стороны творения активную роль может играть только человек, потому на него возлагается вся полнота ответственности за тварь. И здесь с особой силой открывается значение святых, ставших в условии земного бытия начатком будущего всеобщего и полного освещения. Святые – это прежде всего иные люди, отлично отживущие по стихии мира сегодня по Христу, иные потому, что они борются и с помощью Божьей побеждают похоть плоти, похоть очей и гордость житейства. Все то, что порабощает людей мира всего. В своей жизни святые показали, в какой высоте богоподобие призван и способен человек, и что есть и это богоподобие. Оно – та духовная красота добра зелого, которая является отражением невыразимого Бога. Эта красота, данная и заданная человеку в творении, раскрывается, однако, лишь при правильной жизни, именуемой аскетикой. О ней тот же отец Павел писал. Аскетику святые отцы называли искусством из искусств, художеством из художеств. Созерцательное видение, даваемое аскетикой, есть филокалия – любовь к красоте, любокрасия. Сборники аскетических творений, изданных называющихся филокалиями, вовсе не суть добротолюбия в нашем современном смысле слова. Доброта – доброт. Тут берется в древнем, общем значении, означающем скорее красоту, нежели моральное совершенство. И филокалия означает красоту любви. Да и в самом деле, аскетика создает не доброго человека, а прекрасного и отличительные особенности святых по-русски и правилам. Вовсе не их доброта, которая бывает и у плотских людей, даже у весьма грешных, а красота духовная, аскепительная красота лучезарной, цветоносной личности, дебилому и плотскому человеку никак не доступна. Конец цитаты. Аскетика, являясь наукой о правильной человеческой жизни, имеет, как и любая другая наука, свои исходные принципы, свои критерии и свои цели. Это последнее может быть выражено различными словами. Святость, обожение, спасение, богоподобие, царство божие, духовная красота и так далее. Но важно другое. Достижение этой цели предполагает вполне определенный путь к духовному развитию христианина. Определенная последовательность, постепенность предполагает наличие особых законов, скрытых от взор прочих. На эту последовательность и постепенность указывает уже евангельское блаженство. Святые отцы, основываясь на долговременном опыте подвижничества, предлагают в своих творениях своего рода лестницу духовной жизни, предупреждая при этом о пагубных последствиях уклонения от нее. Исследование ее законов является главнейшей религиозной задачей. И в конечном счете все прочие знания богословского характера сводятся к пониманию духовной жизни, без чего они полностью утрачивают свое значение. Поскольку эта тема очень обширна, то здесь остановимся лишь на двух главнейших вопросах. Смирение, понятие о нем, является первым из них. По единодушному учению отцов на смирении сиждется все здание христианского совершенства. Без нее невозможно ни правильная духовная жизнь, ни приобретение каких-либо даров Духа Святого. Что же такое христианская смирность? По Евангелию, это прежде всего нищета Духа, то состояние души, которое проистекает из видения своей греховности и неспособности освободиться от давления страстей своими силами без помощи Божьей. По непреложному закону подвиженчества пишет святитель Игнатий Бричнин обильное сознание и ощущение своей греховности, даруемое Божественной благодатью, предшествует всем прочим благодатным дарам. Святой Петр Немаскин называет это видение началом просвещения души. Он пишет, что при правильном подвиге ум начинает видеть свои согрешения как песок морской. И это есть начало просвещения души и знак ее здоровья. И просто, продолжает он, душа делается сокрушением и сердце смиренным и считает себя поистине ниже всех и начинает познавать благодеяние Божие и собственные недостатки. Это состояние всегда сопряжено с особенным глубоким и искренним покаянием, значение которого невозможно переоценить в духовной жизни. Святитель Игнатий восклицает, зрение греха своего и рожденное им покаянием суть делания не имеющие окончания на земле. Высказание святых отцов и учителей церкви о первостепенной важности видения своей греховности о нескончаемости покаяния на земле и рожденного именового свойства смирения бесчисленного. Что основной в них? Смирение является единственной добродетелью, которая дает возможность человеку пребывать в так называемом непадательном состоянии. В этом особенно убеждает история первозданного человека, обладавшего всеми дарами Божиими, но не имевшего опытного познания своей несамопытности, своей ничтойности без Бога, то есть не имевшего опытного смирения и потому столь легко возгнившего по себе. Опытное же смирение проистекает у человека при условии понуждения себя к исполнению заповеди Евангелия и покаяния. Как говорит преподобный Семен Новый Богослов, тщательное исполнение заповеди Христову и научает человека его немощи. Познание своего бессилия стать духовно и нравственно здравым, святым, без помощи Божией, создает твердую психологическую базу для непоколебимого принятия Бога как источника жизни и всякого блага. Опытное смирение исключает возможность нового горделивого мечтания стать как Бог и нового падения. По существу подлинное возрождение христианина и начинается лишь тогда, когда он в борьбе с грехом увидит всю глубину погрежденности своей природы, принципиальную неспособность без Бога исцелиться от страстей и достичь искомой святости. Такое самопознание открывает человеку того, кто хочет и может спасти его из состояния погибели, открывает ему Христа. Именно этим объясняется столь исключительное значение, придаваемое смирению всеми святыми. Преподобный Макарий Египетский говорит, велика высота есть смирение, и почесть, и достоинство есть смиря наутрие. Иоанн Затавус называет смирение главной из добродетелей. В Арсенофе Великий учит, что смирение имеет первенство среди добродетелей. Преподобный Симеон Новый Богостот утверждает, хотя много есть видов воздействий Его, Бога, много знамений силы Его, первейшее всего другого и необходимейшее есть смирение, так как оно есть начало и основание. Смирение, приобретаемое правильной христианской жизнью, является фактически новым свойством, неизвестным первозданному Адаму. И оно единственное твердое основание непадательного состояния человека, его истинной святости. Но если лестница духовной жизни строится на смирении, то увенчивается она той из них, которая больше всех и которая именуется сам Бог, любовью. Все прочие свойства нового человека, святого человека, являются лишь ее свойствами, ее проявлением, к ней призывает Бог человека, верующему она обетована во Христе, ею святые более всего прославились, ею побеждали мир, ею в преимущественной степени явили они величие, красоту и благо божественных обетований человека. Но как она приобретается и по каким признакам можно отличить ее от недолжных подобий, вопрос не совсем простой. Есть два внешне подобных, но принципиально различных по существу состояния любви, о которых говорят астетические традиции Запада и Востока. Первое, западное, это душевная любовь. Она возникает, когда целью подвига ставится развитие в себе чувства любви. Достигается она главным образом, путем постоянной концентрации внимания на страдании Христа и Богоматери, представлением в себе различных эпизодов язык жизни, мысленным участием в них, мечтанием и воображением их любви к себе и своей любви к ним и тому подобное. Эта практика отчетливо просматривается в жизнеописании фактически всех наиболее известных и авторитетных католических святых Анжелы, Франциска Осильского, Катарина Сигенской, Тереза Авиевской и нуля. На этой почве у них часто возникают нервные экзальтации, доходящие иногда до истерии, длительные эволюционации, любовные переживания, нередко с откровенными сексуальными ощущениями, кровоточащие раны, стигмы, которых не имели никто из величайших аксорций. Эти их состояние католическая церковь оценивает как явление благодатное, как свидетельство достижения ими истинной любви. В православной аскетике, однако, они оцениваются, цитирую, как одна обманчивая принужденная игра чувств, безотчетливое создание мечтательности и самовмения, как прелесть, то есть глубочайший самообман. Основная причина такой отрицательной оценки католической мистики заключается в том, что главное внимание в ней обращено на возбуждение душевных чувств, нервов и психики, на развитие воображения, на аскезу тела, а не на духовные потери, которые, как известно, состоят прежде всего в борьбе с своим ветхим человеком, с его чувствами, желаниями, мечтами, в понуждении к исполению западе Евангелия и Погояния. Без этого по учению отцов невозможно приобрести никаких духовных дарований, никакой истинной любви. не вливают вина молотого в мехи ветхими, но вино молотое вливают в новые мехи, изберегаются то и другое. Вино молотое Духа Святого, дающего верующим вкусить, как благо Господь вливают в того, кто исполнением западе и Погояния приобретает смирение и очищается от страстей. Есть целый ряд высказаний святых отцов, которые прямо настаивают именно на той мысли, что без очищения души от страстей, прежде очищения достижения без страсти, прежде приобретения смирения невозможно говорить о истинной любви приобретаемой человеку. Более того, утверждают преждевременное стремление к развитию всей чувства любви к Богу уже есть самообольщение. Хочу несколько слов рассказать о плодах Духа Святого, которые приобретает христианин в своей жизни. В Священной Писании и Творении Святых Отцов постоянно говорят, о тех совершенно особых по своей силе и по своему характеру в состоянии радости и блаженства или выражаясь обыденным человеческим языком счастья, не сравнимых ни с какими обычными переживаниями, которые постепенно открываются у христианина, ведущего правильную духовную жизнь. Чаще всего эти состояния передаются словами радость, любовь, поскольку иных просто высших в человеческом языке не существует. Можно было бы без конца переводить высказания Отцов и Священного Писания о этих состояниях, которые приобретает человек, правильно подвязающийся. Очень важно отметить, очень важно отметить, что те высказывания Священного Писания и творения Святых Отцов, которые говорят о слезах о грехах, о сокрушении сердца, о покаянии, о подвигах, которые на первый взгляд производят впечатление какого-то уныния, какого-печали, унитенного состояния, что все это, как пишут Святые Отцы и как говорит опыт каждого истинного христианина, все это растворяется глубоким духом, душем, миром души, глубокой радостью, которая осеняет человека и действительно дают ему то, перед чем все земные радости оказываются ничем. Недаром в нашем русском языке есть хорошее слово инно. Это действительно иной человек, иной по уму, иной по сердцу, иной по телу, по всем тем переживаниям, которые он приобретает лично в нем осредственном опыте. Это иное состояние Отцы называет обожение. Духовое данное термин наиболее точно выражает существо святости. Оно есть именно теснейшее единение человека с Богом, стяжание Духа Святого, о котором говорится о том, что Абожием есть Царство Божие, пришедшее в силе. Какое это Царство Божие? Каковы знаки его? О некоторых внешних сказал Сам Господь. Уверовавших же будут сопровождать сие знамения, именем Моим будут изгонять весом, будут говорить новыми языками, будут брать смею, и если что смертоносный выпьет, не повредит им. Возложат руки на больную, и они будут здоровы. Эти знамения являются одним из очевидных указаний на то, что святость есть единство с Духом Господним, в Которой есть Бог творящий чудеса. Спасибо. Спасибо.